МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА НТВ раскроет химический состав преступления. Красота. История всероссийского обмана. Среднестатистический россиянин, а ведь это вы, за год выливает на себя 2 литра шампуня. Женщины наносят на ногти лак за год 11 миллиметров и съедают 100 граммов помады, а еще 20 граммов женских губ подъедаем мы. Ну а мы, мужчины, за год выливаем на себя двухметровый слой крема для бритья. И это не считая зубной пасты, мыла, стиральных порошков и моющих средств. Всего, с чем мы привыкли, в прямом смысле слова, соприкасаться каждый день. Химии в нашей косметике и средства гигиены столько, что на ванной комнате давно пора повесить знак химической опасности. Что такое СЛС? Можно отнести к категории ядохимиканцев. И почему гель для душа разъедает кожу? На руку вот так наливать его нельзя. Правда ли, что дешевую и элитную косметику разливают из одной бочки? Состав 15 компонентов абсолютно один и тот же. Откуда в креме парабены? И провоцируют ли они рак, ртуть, мышьяк, свинец? Чем еще опасна губная помада? У меня лицо пухлое, была как буксерская груша. Могут ли шампуни от перхоти вызывать перхоть? Сколько токсинов в детской косметике? В детской присыпке такое количество свинца. И как от всей этой химии не потерять лицо? Ай! А-а-а! Все эти вопросы мы зададим производителям, химикам, депутатам и воротилам индустрии красоты. Чем бы мы ни мазались из косметики, мы в себя травим. Красота. История всероссийского обмана. Тотальная проверка. Смотрите прямо сейчас. Итак, приступаем к инспекции в вашей ванной комнате. Впрочем, не спешите бежать туда. Здесь в студии мы собрали все то, что наверняка хранится и у вас. Пена для бритья для мужчин, для женщин шампунь для окрашенных волос, для детей присыпки. Все это так приятно пахнет, так хорошо мылится и пенится. Но что внутри этих, на первый взгляд, безопасных упаковок? Стоять! Федеральная миграционная служба. Москва. Миграционная служба нагрянула на маловаренный завод. Причем из всего многообразия мыл здесь варят только хозяйственное. Фу, в туалете и то приятнее пахнет. Зажав нос, инспекторы проверяют паспортный режим у гастарбайтеров. Но у нас свой интерес к проверке. Источник этого самого запаха. Вы не поверите, но попасть одному и без оружия на производство хозяйственного мыла миссия невыполнима. Неужели секретная формула? Берем 90 граммов воды, высыпаем щелочь, перемешиваем. Это классический рецепт приготовления мыла. Исполняется в лаборатории, но повторить можно и дома. Следующий компонент масло или какой-то жир. Часто используют прогорклый жир, тот жир, который особенно не нужен. Отсюда пошло выражение судью на мыло. Из жира судей можно сделать замечательный, качественный продукт мыла. Конечно, про судью это шутка. Но вот он, главный секрет, почему фабрика чистоты так плохо пахнет. В основе жира мясо и кости, не предназначенные для пищи. Глядя на все это, трудно потом представить хозяйственное мыло в своем хозяйстве. В общем, не зря мэр Лужков писал в книге, даже в самые страшные годы войны я не мог мыться хозяйственным мылом, ибо видел, из чего оно делается. Впрочем, у хозяйственного мыла есть одно преимущество. Несмотря на то, как оно сделано, это мыло пусть и из прогорклых, но все же из натуральных компонентов. А теперь давайте разберемся, что же внутри привлекательных упаковок. Гели, шампуни, румяны, помады, порошки и присыпки. Для детей и для взрослых, для пожилых и для молодых. Мы купили 50 килограммов косметики и парфюмерии. И вот странная вещь в стране. Огромное количество лабораторий, которые могут разобраться с токсичностью. Эти лаборатории ответят на вопрос о органолептике. Но главное, состав соответствует ли то, что написано, тому, что внутри на этот простой вопрос не может ответить никто. И вот единственная организация, союз экспертиза, здесь согласились исследовать на состав наших 50 килограммов чистоты и красоты. Я поначалу даже пожалела, что взялась на такую работу. Впрочем, жалела руководителя следовательского центра недолго, пока не пришли результаты. Я для себя сделала массу открытий. Это был тот самый случай, когда, выражаясь журналистским штампом, даже повидавшие всякого на своем веку специалисты были немало удивлены. Независимо от цены, независимо от способа применения, там, для детей или для взрослых, независимо для того, гель это для тела или гель для ванны. Состав 15 практически основных компонентов абсолютно один и тот же. Скажете, невозможно поверить? Тогда давайте пойдем в первый попавшийся магазин и посмотрим, из чего сделано все то, что втираем мы в себя каждый день. Возьмем, скажем, шампуни. Читаем, что здесь в составе. Пункт первый. Вода. Пункт второй. Содиум лауретосульфат. Содиум лауретосульфат. Содиум лауретосульфат. Содиум лауретосульфат. Пена для бритья тоже. Детские шампуни СЛС. Содиум лауретосульфат в сокращенном виде. Гель для душа тоже. Содиум лауретосульфат. В общем, поверьте на слово, если убрать все то, что содержит лауретосульфат, полки практически полностью опустеют. А теперь, внимание, огнетушители это тоже СЛС. Лауретосульфатом моют машины на автомойке. И даже тяжело въевшуюся грязь на двигателях разъедают главным компонентом нашего шампуня. А это место, где производят СЛС, Дзержинск, город химической промышленности, не раз попадал в списки самых грязных в России. Конечно, не единым СЛСом жив этот город яд. Тут много какой химии делают. Но сам факт, основной после воды ингредиент наших шампуней и гелей производят по соседству с химическим оружием. Цепочка такая, значит, вот этот токсилированный жирный спирт взаимодействует с триоксидом серы. Получается сульфокислота, которая нейтрализуется растором классической соды. И получается вот такая паста уже. Это лауретосульфат. А если по-русски и коротко? Это все продукты переработки нефти. Что бывает, когда нефть попадает на живые существа, все вы знаете. А вот что такое СЛС. На руку вот так наливать его нельзя, потому что оказывает очень сильное раздражающее воздействие. Это как ожог будет? Ну, практически как ожог. Может начать слизать кожу. Конечно, в наших шампунях лауретосульфат не в чистом виде. Чтобы он не сжигал кожу, в него добавляют смягчающие вещества. Чтобы не портился, вливают консервант. Для запаха посыпают ароматизатора. Для вида ложку перламутра и каплю красителя. Но делает ли это СЛС безопасным? Мы с вами сейчас проведем эксперимент по биотестированию. Героем этого эксперимента будет вот этот организм. Доктор биологических наук, профессор МГУ, уже четверть века разбирается, чем расплачиваются живые организмы за чистоту. Семена профессор делит на три группы. Первые заливает водой. Вторые лауретосульфатом. В третьей чашке медь, свинец, цинкадмий. Это своего рода эталон опасности и ядовитости. Все знают, что тяжелые металлы это плохо, и это действительно так. Прошло три дня. За это время росток в воде вырос. В растворе солей тяжелых металлов семена проклюнулись. А вот в растворе СЛС семена стали погибать. Они даже не набухли. То есть в нашем с вами шампуне им было хуже, чем в очевидной ядовитой среде солей тяжелых металлов. Конечно, мы с вами не семена, и в бочке с шампунем не сидим по три дня. Но мытье не всегда проходит для нас бесследно. Проявляются признаки, которые даже сближают самцов с самками. Нарушается репродуктивная функция человека. Как это возможно? Давайте разберемся, каков механизм очищения тела. Простой эксперимент. Берем чистые руки, пачкаем их углем. Мы никогда не задумывались о том, почему вода эту грязь плохо смывает, а вот шампунь или жидкое мыло смывают хорошо и без проблем. Вот так выглядит пылинка грязи. Видите ее? Не видите? Так увеличим же. А вот так стрелами даже в справочниках обозначают молекулы СЛС. Тут есть гидрофильный, гидрофобный конец. Вникать не обязательно, важно понять, что именно эти стрелы и моют нас. Но как? Одна, вторая, третья молекулы стрелы облепляют грязь, и все. Больше к телу этот кусок грязи прилипнуть не может. Но именно тут лаурилсульфат проявляет свое главное коварство. Некоторые молекулы не зацепляются за грязь, а попадают внутрь нашего тела и фактически проникают сквозь клеточную мембрану. Если это вражеская молекула, внедряется в нашу головную мембрану, что означает эта ДНС? Она может остаться в таком внедренном виде. Кожа сушится, гниет, портится, не знаю, там рак. Пока одни химики разбираются с последствиями, другие предупреждают. Большая часть моющих средств, косметики, шампуней можно отнести к категории ядохимикатов. Профессор химико-технологического университета Дмитрий Мюстафин уже который год считает студентам курс об опасной силе красоты. На пачке сигарет написано, и Минздрав нас предупреждает, что это опасно для здоровья, то таких предупреждающих надписей на средствах косметики и на средствах гигиены нет. На всё это надо ставить пометку «Опасность для здоровья». А ведь это слова профессора, уважаемого человека из уважаемого университета. Слово депутату Госдумы Елены Григорьевны. Вы сейчас посмотрели материал. Ой, мне прямо страшно стало. Я вообще аллергик. И я на протяжении многих лет ищу и выбираю какие-то вещества, которые, ну, как бы мне подойдут для мытья. Но сейчас я понимаю, что я вообще ничего не так. Нет, в данном случае выбирать нечего, потому что этот компонент, лауре-сульфат, лауре-сульфат, есть практически и в шампунях, и в гелях. Ну, значит, надо обращаться к народной медицине, к травам обратно. Давайте обращаться к представителям индустрии. Валентина Ивановна. Здесь, в данном сюжете, то, что показано, сделано вообще очень некорректно. Действительно, шампунь, который стоит 30 рублей за литр, там, из-за пол-литра, может быть, он и содержит такую высокую концентрацию. Но, подождите, вот давайте сравним с лекарствами. Ведь там тоже написано, все дело в концентрациях, там тоже все это в мизерных количествах. Понятно, что одно дело много налить. Некорректно абсолютно. Но там же на лекарствах всегда написано побочные действия, аллергические последствия. А почему здесь не пишут? Дело все в том, что косметические изделия, это не фармацевтические изделия. И это как бы с закона так не подлежит. Но прежде чем попасть на прилавок, каждое косметическое изделие, если это хороший производитель, если он гордится своей маркой, своей компанией, он все это делает и обращается к ситуационным органам. А если он не гордится своей компанией, значит, он может не получать эти разрешения? Почему? Разрешение... Это не правда, уважаемые друзья. Это не так. К сожалению, когда отменили закон о сертификации, сегодня у нас нет сертификации вообще. Значит, никакие косметические средства на соответствие ГОСТам не проверяются в принципе. Существует добровольная сертификация, но ее использует очень небольшое количество организаций. И все, что сейчас сказали в документальном фильме, правда. А все, что говорите вы про то, что есть в небольших концентрациях, это уже не яд, извините, это билиберда. Да, я вам это как врач говорю. Яд есть яд. Вот есть шампунь, да, здесь есть список ингредиентов. Но в каких количествах мы об этом не знаем, потому что здесь не написано. Ну, считается, что это ноу-хау разработчиков. Вот этой организации в Новосибирске, научно-косметологическому обществу, удалось выяснить истинный состав. Сколько шампуня вы проверили? Ну, мы проверяли не только шампунь, мы проверяли косметические средства в целом. Ну, сколько цифру назовите? Проверили по спискам, проверили 3400. 3400 разных? Да, всяких космических средств. Ну, по вашему мнению, в чем опасность СЛС, вот этого лаурилсульфата? Опасность СЛС, смотрите, он помимо того, что он токсичен, он является, если попросту сказать, он является грузовиком всех тех тяжелых металлов, которые на вашей голове. То есть вы прошли по городу, и все, что в городе вот есть, свинец, вот это все-все-все, он на голове. Когда вы начинаете мыть голову, лаурилсульфат берет это все, грузит в себя и срочно опускает всю вашу кровь. Следующее действие его, это самое такое опасное, которое женщины не знают, это действие, которое приводит к тому, что женщины стареют быстро. То есть лаурилсульфат разрушает коллагеназу. То есть, грубо говоря, вы моете волосы, а уничтожаете тело. Дельскую косметику вы тоже проверяли? Это везде, понимаете? И то же самое, в детской косметике. Да, в детской косметике есть все то же самое. Алексей, я прошу прощения. Алексей, мы все-таки... Дайте ответить индустрии. Алексей, можно, простите, я прерву, да? Вот мы сейчас здесь что, устраиваем судилище с производителем? Мы по закону, или опять по понятиям, по закону заразрешен данный химический элемент? Разрешен, конечно. Они имеют право его применять. Если мы вот тут собрались и всем судилищам говорим, тыкаем в них пальцы, что они уроды, запретите законодательно и только после этого обращайтесь к ним. До тех пор закрываем рот и молча моем голову. Хорошо, допустим, лаурил сульфат, он же СЛС, то главное вещество, которое есть практически во всех этих тюбиках, действительно не самый ядовитый компонент. Но здесь есть вещи куда более опасные. Внимание на экран. Париж. Крупнейшая мировая выставка, но не косметики, а компонентов для косметики. В этом году во Франции, как никогда, много Китая, который предлагает, кстати, тот самый СЛС. Вы напрасно абсолютно на этих самых несчастных китайцев так злобно смотрите. Они не самые главные вредители. Римма Корнеева здесь один из немногих русских экспертов, кто разбирается и в модных тенденциях, и в химических ингредиентах. Экскурсия по настоящим вредителям только начинается. Пункт первый – формальдегиды. Самый дешевый шампунь, который вы можете видеть в России, да и, собственно, и здесь тоже, на основе формальдегида в качестве консерванта. Кстати, у нас в России львиная доля самых дешевых шампуней – формальдегид содержащие. Формальдегид в качестве консерванта – это очень консервирует, чтобы принять органы, которые нужно сохранить. Вот. И трупы тоже, в том числе. А это Турция – оптовая изнанка бизнеса. Промышленное хранилище ингредиентов. То же самое, что было в Париже, но уже не в пробирках, а в бочках. А на бочках по метке «вредно», «вызывает раздражение». А ведь из этого всего и приготовят то, что мы потом будем намыливать на голову, или, хуже того, втирать в кожу. Подчеркивая натуральность, директор с удовольствием выбивает тоник для лица. Но стоит спросить хозяев про состав всего остального, как технолог начинает улыбаться. Я ему задаю вопросы. Либо он отвечает, либо он не отвечает. А девушка-переводчик старается не задавать неудобные вопросы. Она начала форму, что сурикана. Когда говорит, давай с тобой договориться, чтобы ты меня тогда не спрашиваешь. Что не спрашиваешь? Про эти все. Мы сменили три кассеты, пока наконец добились истинного списка. Из этих всех химических веществ, что самое опасное? Парабены. Парабены – это такой универсальный консервант. Не будь его, и крем заплесневеет, помада прогоркнет, шампунь протухнет. А чем он опасен для здоровья, человек? Размножение раковых клеток. Мы спрашиваем, правильно поняли, что вы используете те вещества, которые, по вашему же мнению, способствуют размножению раковых клеток? Я согласна с вами, но у нас нет другого выхода. Вот что получилось. Под микроскопом мы можем увидеть выросшие раковые клетки. А ведь еще в середине 90-х в этой британской лаборатории обнаружили странную связь. У женщин, страдающих раком груди в пораженной ткани переизбыток парабена. Парабены используют очень много и во всех косметических и моющих средствах. Особенно в тех, которые мы наносим в зону подмышек. Это как раз рядом с грудью, поэтому легко может развиться рак. Опасные парабены нашлись во время нашей проверки. Причем в таких количествах, что руководитель лаборатории снова, мягко говоря, удивилась. Там столько антиокислителей, да, коими являются консерванты, да, в данном случае парабены. Напомню, это те самые парабены, которые распространяют раковые клетки. Количество этих парабенов никто не отслеживает. То есть, если вы ошиблись и продозировали там, и ошиблись я немножко в кавычках, да, несколько больше, а соблазн велик, потому что срок годности достаточно большой. Ну да, чем больше колодий, тем больше не свободный. Врач Татьяна Бобышева из тех докторов, кто разбирается не только с действующим веществом в таблетках, но и с химическим составом на этикетках, открывает нам секрет еще одного распространенного ингредиента. Пропиленгликоль. Он почти во всех кремах используется. Он же используется для производства антифризов, чернил, тормозной жидкости. Почитаем аннотацию на те средства, на тормозную жидкость, на антифриз. Что там написано? При попадании на кожу, что надо сделать? Обильно смыть водой. Вроде одно вещество, но на тормозной жидкости написано обильно промыть, на креме тщательно втирать. А что там внутри? Для примера возьмем вазелин. Вы нанесли его на кожу, по ощущениям вам кажется, увлажнили, а на самом деле только нанесли пленку. Эффект называется окклюзия. Это все равно, что на руку надеть резиновую перчатку. И действительно, под пленкой собирается влага. Только это не увлажнение, а пот. Фактически вы достигли обратного эффекта. Вытянули влагу и в итоге только высушили свою кожу. Вот нефть уже подготовленная. Москва. Институт нефти и газа. Эксперт из области нефтянки. Сегодня профессор Ранида Амарова уходит в дебри косметологии. Рассказывает, как черная нефть превращается сначала в еще более черный мазут. Он более вязкий по сравнению с исходной нефтью. А потом он становится светлым и прозрачным вазелиновым маслом. В данном случае наша задача получить белое масло, поэтому у нас очистка будет серной кислотой. Разбавив дорогое вазелиновое масло дешевым парафином, и получится вазелин. Но никто никогда на нем не напишет, сделанное из нефти. Скорее наоборот. Мы будем первыми, кто будет производить натуральный вазелин. Сто процентный натуральный вазелин. Вот он, типичный случай, когда пользуются нашей безграмотностью. И так повторяем. В химии, как в жизни, или вазелин, или натуральный. И то, и другое вместе не бывает. Вот во всем этом многообразии есть натур-продукт? Нету. Вообще ни в одном? Нету. И снова внимание. Бесконечное количество тюбиков и флаконов и ни одного натурального. А ведь на этикетке пишут совсем другие вещи. Скажем, шампунь с козьим молоком и медом. Я вот по наивности попыталась что-нибудь найти там из молока или из меда, да. И ничего, естественно, не нашла. Итак, мы уже разобрались, что шампунь, гель и пена – это фактически нефть. Зубная паста – это мел. Краска для волос – кислота, сильная и едкая. Если она способна черные волосы превратить в белые, можно представить, что в этот момент происходит с кожей головы. Проведем небольшой эксперимент. Вот у нас кусок кожи, свиной кожи. Капнем на него жидкость для обесцвечивания волос. Вы всё ещё льёте на себя эту химию? Тогда мы идём к вам. Это, конечно, не яд в чистом его виде, но когда лаборант набирает в шприц белую мутноватую жидкость и закапывает кролику-альбиносу в глаз... Глаза сначала слезятся, кожица вокруг глаза розовеет, потом опадает шерсть. Это называется тест Трайза. Так проверяют на токсичность шампуни, гели, да практически всю нашу косметику и парфюмерию. И нередко тест заканчивается тогда, когда уже наступает помутнение роговицы, и глаз гибнет. Экологи в шоке, но обычный покупатель разве что посочувствует. Ведь ему-то годами объясняли – кролики страдают ради его же безопасности. Это нормальный тест, дематологический тест, который все производители обязаны, но не делают. Обязаны, но не делают. Единственный русскоговорящий технолог на турецком заводе, если бы ее хозяева понимали, что она в этот момент говорит журналистам из России, наверняка попросили бы замолчать. Никто из мира не гарантирует 100% безопасность в продукции, потому что вы знаете, человеку разные иммунные, иммунологические системы. Последние 5-6 лет я стала замечать за собой, что у меня выступают пятна или зуд. Поднимается температура. Домохозяйка из Екатеринбурга, Лариса Шемякина, сначала и не замечала эти пятна, но с каждым днем их становилось все больше. У меня лицо пухлое, была как буксерская груша. Я просто не могла дышать. Лариса гадала до тех пор, пока не почувствовала боль в душе. Я намылила голову, как ничего не бывало, стою в ванной. Начала смывать. И чувствую вот сжение по спине, если течет вода, по лицу смывается. Я вылезла оттуда, и у меня было такое ощущение, как будто меня взяли и болели кипятком. Сжение было дикое. Я посмотрела в зеркало на себя. Вот где у меня были шампунь, где попало участки тела, у меня вот такая подушка красная цвета. Это не реклама помады, а настоящий эксперимент. Через 10 минут после нанесения красными становятся не только губы, но и щеки. Так выглядит аллергическая реакция на косметику. Мы привыкли, если написано «гипераллергенно», значит, это уже проверено и на животных, и на добровольцах. Но это в теории. Оказывается, не все так гладко у производителей с проверками. Не сложно догадаться, почему. Да, да, дорого. В общем-то, все предсказуемо. В этом бизнесе, как и в любом другом, все проблемы от экономии. Самое худшее, как всегда, самое дешевое. Дешевые лаки, они все на основе растворителей, которые небезопасны. Вот в частности, вот те лаки, которые мы смотрели, они тулольные. Да, то есть это пишут СОВН. Легко воспламеняющаяся жидкость, обладает наркотическим действием, является сильно токсичным ядом. Это все про него, про тулоль. Тулол, ядовец из нарко... Опасен. Зачем такая антиреклама косметическому ингредиенту? Вот и придумали для него новое благозвучное имя Тулуэн. Тулуэн. Но суть от этого не меняется внутри. Как был пожароопасный тулол, так и остался. Итак, наша проверка обнаружила тулол в лаках для ногтей. Вроде ничего страшного, мы же его не едим. Чего не скажешь про помаду. Американцы там два года назад шум подняли о том, что намерили полмиллиграмма на килограмм. Вроде всего полмиллиграмма свинца и начался скандал. А как обстоят дела со свинцом у нас? А у нас норма 5, от которой мы пляшем. Оказывается, по российским нормам помада не считается токсичной, даже если в ней, внимание, в 10 раз больше свинца, чем у образцов, наделавших шуму в США. А ведь по закону свинца в помаде быть не должно. Не должно это значит ноль. Но похоже, кто-то пролоббировал поправку, чтобы продавать косметику любого качества. На самом деле мы выдаем этот разрешительный документ, не проверяя соответственность для этого состава действительности. То есть закон не требует проверять состав? Да, да, да. Марина Ивановна, с избытком свинца в нашем законе мы вроде разобрались. С другими тяжелыми металлами какая ситуация? Ртуть тоже с избытком у нас? Да, я считаю, что все они совершенно с недопустимым избытком. Но, скажем, вот помаду удачно сравнивают с леденцами, поскольку помаду мы приблизительно едим в таком же количестве. И это десятикратная разница. Существует такое понятие, как фоновое содержание тяжелых металлов. Они действительно есть везде. И говорить о том, что в какой-то стране существует требование, чтобы такого тяжелого металла было ноль, это просто, на мой взгляд, некорректно. Это просто неправно. Мы можем не смотреть даже на другие страны, друзья. Даже в России, в Советском Союзе, старая советская косметика содержала практически нулевые концентрации тяжелых металлов. И не надо ссылаться, что где-то вниз. Даже у нас это было. То есть, получается, все это лежит в косметике по закону, так что ли выходит? Нет, все не так. Все зависит от того, какое ты сырье покупаешь. Ты можешь купить сырье действительно где-то в Китае, может быть, даже в Польше. Может быть, это не очень корректно, что я говорю. Но если ты хочешь хорошего качества, шампунь или любое другое косметическое изделие, ты покупаешь у компаний, которые проводят эти анализы. И когда твой продукт, тоже проходит анализ. А можно я вам отражу? На самом деле это не так. Потому что мы покупаем, и сейчас мы это слышали, такое сырье, тальк, например, да? Можно купить тальк, который не будет содержать свинца. Но мы покупаем его дешевый, который с невероятным количеством свинца. Это проблема производителей. А к разговору о Евросоюзе. Вот картошка сейчас, потому что там то же самое продается. В Евросоюзе не только не то же самое продается. Там есть принцип предостережения, так называемый, который заключается в том, что если даже у ученых возникает дискуссия, вредно использовать парабен такой-то или нет, то его запретят использовать. Потому что если даже существует небольшой риск, что он вреден, его запретят использовать. И то, что там точно такая же продукция, это лукавство. И это неправда. Совершенно другие нормы. Про поводу парабена. Между прочим, это особый маркетинговый ход. Если вы сейчас придете в магазин и посмотрите информацию о парабене, вы увидите, что среди косметики есть целая группа товаров, на которой очень крупным текстом написано «без парабена». И тогда с чем? И ваше право выбрать, с парабеном это или без. Давайте разделим. Вы почем шампунь продаете? Ваш пузырек сколько стоит? 50-100 рублей сколько? Нет, больше. Больше? Дорога? Да. Дорога. Нет, нет, это очень важно. Давайте им знать, может быть, богатые такие, счастливые, ничего не грозит. Может быть, шампунь за 1000 рублей, и все, и ты уже в шоколаде. Нет, нет, даже с шампунь. Нет, вы не правы. Ну, откройте нам тайну. Начиная с какой суммы безопасно? Причем тут это? Это 30 рублей шампунь. То есть вы и за 1000 рублей настраиваете? Какой ужас, а? Вы хотите абсолютно безопасный шампунь? Да, готов платить. Приходите, мы вам эксклюзивно сделаем на сапонина. Сколько он будет стоить? Но стоимость этого шампуня будет превышать 2000 рублей. Скажите, что бедным людям делать? Золой мыться, что делать? Да при чем тут? Я вас немножко перебил сейчас. Вот интересная вещь, я все хочу привести пример. Вот тушенка, например. Здесь заявлено, к примеру, 10 компонентов. Если вдруг из 10 компонентов лежит только 9, например, вместо 10, 11, 1 не хватает или на 1 больше, то это изделие фактически... Я еще раз говорю, вот пищевой, вы не даром правильно затронули вопрос пищевой продукции, да, связанной? Там мы проверяем, всегда проверяем состав. Не только тот факт, что все указано на этикетке, и это хорошо, там и адреса все указаны, но и насколько истинен этот состав. В случае косметики, понимаете, это почему-то табу. Это вообще никто не делает. То есть можно написать одно, а получить другое? Можно сказать? Значит, я 12 лет сертифицировал продукцию парфюмерии и косметики в Союз Экспертизе. И Марина Львовна утверждает, что они никогда не проверяют на то, что внутри есть, на процентные доли. Возможно. Но у нас никогда не принимали товарную сертификацию, если мы не сдавали процентное содержание формулы. Итак, вы говорите, что косметика проходит все стадии проверки и на людях, и на животных. Но как на самом деле можно приобрести сертификат соответствия, мы провели небольшой эксперимент. У этой новинки есть все шансы стать кремом номер один в мире. У этой новинки все шансы стать кремом номер один в мире. Рецепт создан во Франции еще в 18 веке. У нас в России он до сих пор популярен в узком кругу первых лиц. Он не содержит коллагена и не воздействует на гены. В его составе наносомы лососевых. И, конечно, это натурпродукт. Хоть на хлеб намазывай. А ведь мы нисколько не собрали. Ведь в этой баночке обычный майонез, а внутри несколько икриных. Конечно, все это звучит несколько смешно и несерьезно, если бы не одно но. На этот, очевидно, бесполезный крем для лица можно получить полный набор документов. Конечно, все это делалось за взятку, нам подсказали. Есть некий влиятельный посредник, не серый кардинал, но имеет доступ и в органы Роспотребнадзора. Ведь там выдают гигиенический сертификат. Есть определенные требования санитарных норм. Там прописано, что нужно проверить. Я опять же говорю, там металлы, пестициды, не знаю, какие-то химические другие вещества. Вот это проверяется. А вот сам состав уже на совести производителя. По правилам сначала мы должны оформить анкету. Здесь есть графа «Состав». Пишем честно все, как в майонезе. Масло, яичный желток, соль, сахар, сухое молоко. Кладем несколько красных икринок. И чтобы майонез не протух, добавляем те самые ракоопасные парабены. Ну и для придания гелеобразного состояния льем загустители. То есть уже сам производитель заполняет на своем бланке, какой он там придумает, но в установленной форме там эту декларацию, ставит свою печать, берет протоколы и идет в орган по сертификации. Заплатили перед этим 200 рублей. Крем решили назвать «Голден фиш» – «Золотая рыбка». Упаковка розовая, как любят девушки. На крышку наклеили состав. Заплатили госпошлину 200 рублей. По закону эту банку мы должны были отнести в лабораторию. Там бы провели испытания, инспекция выехала бы на производство. Но зачем такие сложности? Достаточно звонка по телефону. Мы предлагаем встретиться, но в ответ вежливый отказ. Этот человек работает инкогнито. Скажите, а деньги мы как передаем? Вы перечислили на счет, вы выбрали еще вопрос. Итак, всего 8-9 дней цена вопроса – 18 тысяч рублей. Мы, кстати, уже получили проект будущего заключения СС. Вы понимаете, что произошло? Полбеды, что в этой банке под видом крема мы положили майонез. Мы же туда бухнули огромное количество парабенов и других опасных консервантов. У меня вопрос к обществу защиты прав потребителей. Ведь вам вот эта схема давно известна. Это, конечно же, не единичный случай, я думаю, потому что у нас масса, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, фирм-посредников, которые зарабатывают на своих услугах довольно большие деньги. Я просто в потрясении. Я сейчас думаю, что же сидят наши правоохранительные органы. Это в интернете можно взять? Это же называется... Как это называется? У нас в законе о коррупции есть такая попытка криминализации государственных органов. Если туда должна выехать генпрокуратура, и мы знаем в интернете, я знаю, все знают, где прокуратура у нас что, как-то должна работать? Ну, в стране, согласитесь, ситуация, что... Она обычная. Если мы знаем, что все... Вы знаете, я знаю, что есть расценки на все госуслуги. Мы знаем, что даже за закон надо платить определенным депутатам, но определенные не берут. И вот видите, признают. Признают производителей. Нет, а вы же то же самое сказали. Вы только что сказали, что... Я взросил законы, но деньги мне не занесли. Я, в общем, я повторяю ваши слова. Я понимаю, что эти люди вам деньги не занесли, поэтому приняты другие законы. Это же не вопрос. Это же ваше утверждение. Так, Джордж, что вы хотите? Профессиональный вопрос к обаятельной Оксане Пушкине. Оксана вот сидит, молчит. Я уже понял, что ей что-то не нравится, это понятно. Мне просто интересно, вот чем Оксана пользуется? Какой косметик? Я надеюсь, что не той косметик, которую сегодня телевидение предлагает. Хороший, дорогой. И сколько стоит ваш шампунь? Дорого стоит. Дело в том, что я привожу все из Америки. Я не верю всему тому, что здесь продается. А почему вы... Во всяком случае, объясню, у меня был горький опыт. Несколько мы, может быть, коснемся этой темы. Почему оттуда? Потому что, если что, я там защищена. Покупателям не так важно, есть химия в шампуне, например, или нет ее. Проблема в другой. Нам так приятно и так комфортно со всем этим жить, что мы вообще не представляем, как без всего этого можно обходиться. И вот у нас сегодня в студии есть человек, который не попался на все эти маркетинговые уловки. Женщина, которая годами не моет голову шампунем с участием лаурилсульфата. И у которой даже зубная паста дома в ручной сборке. Сегодня в студии есть человек, который не попался на все эти маркетинговые уловки. Женщина, которая годами не моет голову шампунем с участием лаурилсульфата. И у которой даже зубная паста дома в ручной сборке. Да. Правильно. Ирина? Новожилова. Ирина Новожилова. Вот. Вы уже правильно сказали, вы не моетесь, да? Да, нет, нет, я моюсь. Только у меня путь был другой на самом деле. Я еще, по-моему, больше 20 лет назад стала противником экспериментов на животных. То есть у меня такой был путь. Потом я думала, а чем? А потом мне пришла в голову мысль, что в принципе ничего нет сложного. Можно делать... Но вы давно вот на этом натуральном живете? Давно. Расскажите, чем моете голову. Нет, ну во многом я новичок, в чем-то я уже давно знаю. Голову можно легко, как делали раньше в деревне, мыть щелоком. Обычная зола. У меня есть загородный дом, печка. Это обычная зола, да? Обычная зола, прям с крупными угольками снимаете с печки. Чем она более горячая, тем лучше. Заливайте ее водой. Женщина, вы готовы мыть своих клиентов золой? Алексей, а можно я просто посмотрю, просто как парикмахер? Подходите, подходите. Продадим недорого. Если сюда добавить оливковое масло, то греки, собственно, так получали мыло. Вот если сейчас вода станет чуть-чуть чернее, то значит хорошо смывает. Вот я сейчас посмотрю. Еще мы сейчас уложимся. Все, я думаю, что можно хорошо смывать. Видите, вот, вот. Хорошо, а что заменит кондиционер тогда? А кондиционер это уже фантазеры придумали, я вас уверяю. Так, а зубная паста у нас как делается? У зубной пасты миллион просто вариантов разных. Ну вот самая простая из баклажанов. Обычный баклажан запекается в духовке и в равных соотношениях с морской солью. Я беру крупную соль, но я ее предварительно смалываю на кофемолке. Михаил, вот что вы скажете, возьмете такую косметику к себе на прилаву? Ни за что. Ни за что, почему? А почему вы решили, что эта соль морская, что она не вредная? Почему вы считаете, что эти компоненты можно вместе соединять, и они будут давать тот эффект, который от них ждут? Это же наука. Понимаете, у нас с вами разные задачи. Реклама без конца навешивает мысли, что мы никак не можем прожить. Вот в лесу окажется человек, все, он не способен прожить. А я считаю, что природа это кладовая. Здесь можно все найти, абсолютно. Шампунь из золы, зубная паста из овощей. Это, конечно, может показаться странным и смешным в наше время. Но давайте вернемся всего-то на 20 лет назад. Сухие волосы моют детским или ланолиновым мылом. И лучше пеной, смягчив воду ложкой уксуса. Для жирных волос добавляйте кефир. А для сухих яичный желток или соду. Это был фильм 1988 года. С тех пор учебные фильмы превратились в рекламные ролики. А мы искренне уверовали, что красота может к нам прийти только из тюбика. Но стоит ли всему этому верить? Рота, подъем! Товарищи солдаты, сегодня у вас пройдет проверка средств личных гигиен, которую мы используем в области подмышечной впадины. Слово представителю телевидения. Товарищи солдаты, телевизор смотрим? Да, точно. Рекламу видели? Что такое дезодоранты, знаете? Знаю. Сегодня мы проводим небольшой эксперимент. Многие дезодоранты обещают, цитируют, 24 часа надежной защиты. Вы лично в это верите? Защитит ли дезодорант защитника по отечеству от неприятного запаха, да еще на целые сутки? И как нет! Можно ли кремом от целлюлита избавиться от целлюлита? Отбеливает ли отбеливающая паста? И как нас подсаживают на шампунь? Почему раньше волосы были раз в неделю, а сейчас надо каждый день? Итак, мы проводим масштабный эксперимент. Это будут опыты на людях. Во-первых, спасибо, что все вы здесь сегодня собрались. Вопрос первый. Вы сделали это добровольно? Итак, эксперимент номер один. Перхоть. Перхоть может свалиться на вас, как снег на голову. Это скрытая перхоть. Смотришь в зеркало, вроде нет ее, а по трихоскопам оказывается вот она. Шелушение кожи головы мы выявили. То, которое нельзя было заметить при осмотре. Татьяна Козинская, врач-трихолог. То есть разбирается и в головах, и в волосах. Страдающим испытком перхоти она обычно предлагает пролечиться. Но для наших испытуемых совет врача помыться. В течение недели используйте вот этот шампунь для регулярного применения. Они будут регулярно смывать перхоть так, как нам предлагает реклама. Снова лука? The freedom will go to your hand. Но под наблюдением врача. Впрочем, как уверяет профессор Мустафин, эффект будет обратным. Причиной все тот же лаурилсульфат. Это вещество при попадании на голову образует на голове такую стойкую пленку. И эта пленка вызывает раздражение. И волосяной луковицы, истончает волосы, и вызывает образование перхоти. Истончает волосы, раздражает луковицу. Это, конечно, плохо для здоровья, но хотя бы ясно для понимания. Все-таки во флаконе химия. Но что шампунь от перхоти вызывает перхоть, звучит как обвинение. В аннотации к шампуням пишется, что эффективно при ежедневном использовании. То есть нас фактически сажают на иглу. Чем больше мы этим шампунем моем голову, тем быстрее и легче у нас перхоть появляется. И наша голова требует, чтобы нам опять намылили голову этим же самым шампунем, чтобы эту перхоть смыть. Мы даже не знаем, что цвет волос связан с их толщиной и количеством. Что живут они в среднем 4 года и незаметно для нас сменяются. Мы многого не знаем. И все же, как их сохранить? Люди постарше помнят. Науку правильного мыть волосы преподавали еще в школе. Учебник по анатомии 1982 года. Тогда в нашей стране не было агрессивной атаки парфюмерно-косметического бизнеса. И на чистоте нашего тела индустрия не зарабатывала. Так вот, в учебнике написано, мыть голову надо раз в неделю. Еще в детстве я помню, мама мыла яйцом. Но действительно мытьем, возможно, было раз в неделю. И действительно, в каждой семье был банный день. Мылись раз в неделю, и волосы не были засаленными. А что сейчас? Реклама учит нас мыться, внимание, в 7 раз чаще. Вот и наши испытуемые также поступали. Мыли волосы каждый день. Впрочем, не столько ради чистоты, скорее для победы над этими белыми катушками. Но их количество не уменьшалось ни через неделю, ни через две. Лечение такого симптома, как перхоть, всегда должно начинаться с выяснения причин, что привело к появлению перхоти на волосистой части головы. И полбеды, что современные шампуни не убередут от перхоти, серьезнее другое. На шампуневую иглу садятся даже люди со здоровыми волосами. Фактически вот это стандартный механизм привыкания. То есть вы моете, вы удаляете, это естественно, ведь это же естественное выделение, если мы говорим о жировой составляющей на волосах, да, вот саль, жирный. То есть правильно я понимаю, что если я сейчас начну мыть 2 раза в день, 3 раза в день? Ну, вам потом понадобится 6 раз в день, и так далее. Неужели невозможно соскочить с этой зависимости? Да и зачем платить больше за чистоту головы? Итак, внимание, эксперимент, шампунь. А что если вообще не мыть голову каждый день? В этом эксперименте у нас участвуют братья-блеснецы. Для чистоты эксперимента один брат будет по-прежнему мыть волосы раз в неделю. Вас как зовут? Сергей. Сергей. Андрей. Андрей, вам придется немножко помучаться раз в неделю. Мы специально выбрали близнецов. У них одинаковый образ жизни, одинаковый обмен веществ. Итак, день первый. Мы срезаем у братьев по пряде волос. Дальше взвешивание и проверка на жирность. Мы брали пробу до мытья, да, и там ноль был. Через неделю повторное обрезание. И снова взвешивание. В тот день они оба помыли волосы. То есть чистота голов обнулилась. И вот, внимание, важнейший результат нашего эксперимента. Спустя две недели жирность их волос практически сравнялась. Несмотря на то, что один по-прежнему мыл волосы каждый день, а второй лишь раз в неделю. То есть чем вы реже моете голову, тем вам реже ее приходится мыть. Точно так же реклама подсадила мужчин на лезвие. Всю жизнь мы брелись одним. Потом нам объяснили лучше двумя. Чуть позже доказали еще лучше тремя. Теперь дошли до пяти. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что скоро нам парят шесть, семь, восемь лезвий. Так же и с кремом. Раньше был балет для рук и для ног. А теперь есть для лица, для шеи, для век, для щек. Одна фирма предлагает крем для носа, другая для кончика носа. Если вы всему этому верите, скоро у вас появится крем для большого пальца, для указательного, для мизинца. Только покупайте. Как всякая нормальная женщина, я чуть-чуть ворона, которая реагирует на все блестящее. Вот видите, я даже одетая. Когда-то в программе «Цены. История всероссийского обмана» мы рассказывали, как певица Суханкина потратилась на крем с золотом. Такой вот крем, где тут сплошные блестки. И обещание того, что вот эти блестки мне сделают лицо, вот это золото, как бы заменит мне золотые нити, сделает какую-то уникальную подтяжку. Золото там действительно было, целых три миллиграмма. Только к чему оно? Вспомните, золотые зубы, которые ставили много лет. Почему они именно золотые? Ни медные, ни железные, ни цинковые именно золота? Почему? Это курс химии седьмого класса. Золото не вступает ни в какие реакции с человеческим организмом. И вы верите, что крем с золотом избавит вас от морщин? С тех пор прошло полгода. Эксперт по бесполезной рекламе Александр Левитас собрал новую коллекцию покупательской глупости. Вот, например, маска для лица на кристаллическом биозолоте. Неважно, что там лежит, но само понятие биозолота лишено физического смысла. Но это дорого и сильно звучит. Маска на золоте. А рядом с ней, о, маска с жемчужной пудрой. Попробуем представить, как можно приготовить жемчужную пудру. Берем дорогостоящий жемчуг, перемалываем его. Порошок на выходе лишёт блеска и смысла. По сути, он ничем не отличается от мела. Которым в школе пишут на доске. Но звучит гораздо дороже. И индустрия втирает нам его не только в кожу, но уже и в зубы. Это зубная паста с жемчугом. Впрочем, паста с жемчугом – это скорее экзотика. Куда популярнее просто отбеливающая. Следующий эксперимент – отбеливание зубов. Мы проводим исследование, которое называется «Зубная щётка. Пасты и зубы». Что здесь написано? «Зубы белее за 14 дней». Ваша задача – две недели чистить зубы именно этой пастой. Доложите, стали зубы светлее или нет. Объектом исследования будут две девушки и трое юношей. Все с зубами. В качестве тестовых мы возьмём два зуба. Один на верхней челюсти, другой на нижней. Один из лучших столичных стоматологов, когда-то он отвечал за белизну улыбок на конкурсах красоты, сейчас проводит анализ белизны. Ваша верхняя челюсть соответствует с В2. Низ чётко – В3. Доктор объясняет, у каждой челюсти свой белый цвет. Если через две недели зубы станут белее этого белого, значит, паста помогла. Но, увы, как и начищали зубы конкурсанты, бесполезно. Ведь на каждой отбеливающей пасте стоит маленькая приписочка. Скажем здесь, цитирую, «Во время чистки создаёт 3D-эффект отбеливания». То есть отбеливание, конечно, будет, даже трёхмерное, но только в момент зачистки. В последнее время в моду вошли всевозможные средства с экстрактом бамбука. Вот, например, лак для волос с экстрактом бамбука. Прочность стеблей бамбука. А это средство для увеличения эрекции с ним же. Вся природная сила, вся гибкость. Рекламный трюк понятен. Бамбук очень быстро растёт, а если быстро растёт бамбук, то многим кажется, что быстро будет расти и то, что мы им намазаем. А вот пример рекламной игры словами. 9 из 10 женщин в России подтверждают, что это средство надёжно защищает от чего-то там. Вопрос, действительно ли опросили всех женщин России, или, может быть, опросили всего 10. Следующий эксперимент. Семи литр. Можно ли от него взбиваться с помощью крема? Итак, у нас есть оттянутые силуэты, упругие ягодицы и бёдра. Крем от семи литра. Я всем раздаю по флакончику крема. Посьба наносить, как сказано в инструкции, интенсивными, круговыми, массажными движениями. В нашем эксперименте, как в той рекламе, 10 женщин России, все как одна, мечтают победить целлюлит, хотя бы на отдельно взятой ноге. Две недели старательного втирания. Может, какой-то эффект и есть, но как понять, что он достигнут? Ведь одну ногу на весы не положишь. Поэтому в качестве доказательства мы будем использовать приём рекламщиков. Вам помог крем от целлюлита? Нет. Вам? Не помог. Вам? Нет. Мне не помог? Мне не помог. Вам? Не помог. Помогает? К сожалению, не помог. Итак, 7 из 10 женщин России подтвердили крем от целлюлита, им не помог от целлюлита. Надо сказать, что рынок впаривания быстро реагирует на модные тенденции. Вот и наша программа только выходит в эфир, а в магазинах уже появился крем с лозунгом «без лаурилсульфата». Этикетка на бутылке с шампунем сообщает нам, что он не содержит лаурилсульфата натрия и парабенов. Нет парабенов и нет консервантов. Только не думайте, что здесь всё биоэко-натурпродукт. Просто одну химию заменили другой. Внимание! Теперь мы разбираемся с дезодорантами. Задача понять, неужели эти шарики, которыми мы водим подмышками, могут защитить от запаха на целых 24 часа. Каждому бойцу мы раздаём по два образца. Левую впадину ожидает газовая атака «Дезодорант-аэрозоль». Стойкий аромат наполняет энергией и дарит ощущение погружения в волну свежести. Правую – твёрдая смазка «Дезодорантский». Свежесть и сухость в любой ситуации. Итак, мы начинаем эксперимент. Включаем секундомер. На старт, внимание, шикаем. Оправились, садились и на зарядку. Рядовое утро. Раз, два, раз, два. Рядовым сержант предлагает отжаться, подтянуться и пробежаться. Го, марш! Так, всё, стоять, друзья. Ко мне лицом повернулись. Теперь бежим по моей программе. Рекордсменка мира по бегу. Сегодня Светлана Мастеркова будет оценивать бегунов на запах. Нормалёк. К армейским нагрузкам она могла бы добавить и олимпийских. Так, но зачем? Дезодоранту с обычной зарядкой бы справиться. Ну, у них спины мокрые. Вот если по спине провести, да, спина влажная. Ой, ну всё тут влажное. В качестве теста на сухость бойцам Светлана выдает по бумажке подмышку. Ну, влажная, влажная. Да. Какое влажно, тут мокро. А ведь производитель обещал нам сухость в любой ситуации. За язык его никто не тянул? Хоть кто-нибудь сухую дайте, а. Сухих тут нет, но это не удивляет ни рядовых, ни чемпионку. На самом деле, 24 часа такого дезодоранта, мне кажется, ещё не изобрели. Потому что каждый... А ваша цифра, вот максимум, сколько держит? Если в тренировочном процессе, то 3-4 часа. Если в бытовом... Не тренировочный, вот обычный... Нет, не тренировочный, обычный день. Ну, я думаю, что где-то так же. Выходит, даже на полдня дезодорант не спасает. Но реклама щедро раздаёт нам всё новые и новые обещания. Эффективность в 48 часов. Против влажности, против запаха. Товарищи солдаты, дезодорант действует? Никак нет. Запах фото есть? Как точно. Запах фото есть? Так, точно. Пришло время дать слово нашему научному обозревателю Павлу Альбертовичу. Говорят, вы собрали целую коллекцию таких вот примеров. Ну да, я тут в магазине видел шампунь с молочком орхидеи. Я бы хотел увидеть у орхидеи вымя. У меня и у самого есть небольшая коллекция орхидеи. Но ни одного нету в имени растения. Потом есть замечательное золото берберов. Это растение такое. А как вы перегоняете из золота масло? Это растение так называется. Как называется растение? Как оно называется? Называется берберское золото. Нет такого растения на свете. Посмотрите, пожалуйста, справки. Это обычное эндемичное масло, город ласа. Ну, так, примерно такое же, как оливковое. На самом деле, это органовое масло. Орган. Совершенно верно. Но оно называется растение. Органом масло такого растения. Пожалуйста. Не надо золота вокруг. Не надо этих... Когда простой продукт имеется. Если это так называют растение, почему мы не имеем права? Да хоть кошачьими хвостиками назовите. А почему мы не имеем права так называть? Назовите из кошачьих хвостиков. А зачем? Зачем? Мы берем масло органов. Павел, им же надо рекламировать продукты, продавать. Вот они эти делают на зароле и продают. Вот и все. А почему они используют еще это? Потому что они хотят экономить. Потому что масло жужуба, которое действительно очень ценное. А вот для этого уже хорошо депутаты, чтобы занимались качеством. Можно одно слово буквально депутату? И право встает на производитель. Если у нас появится конкретный закон, железобетонная бумажка, как говорил профессор Преображенский, которая расставит все точки над «и», можно тяжелые металлы или нельзя? Можно формальдегиды или нельзя? Можно берберское золото или нельзя? Простите, пожалуйста, но вы нашли морили химией. А меня вот интересует еще такой вопрос. А вот то, что продается в аптеках, вот эти вот аптечные косметики. Это то же самое. Это то же самое, а вы не проверяли его. Абсолютно то же самое. Понимаете, с аптечной косметикой, например, есть такое прекрасное мыло с триклозаном, да? Да. А знаешь, что такое триклозан? Нет. Валентина Ивановна, что такое триклозан? Ну, это фунгицид. А мы, например, вместо этого... Это то, чем мы собираем. Фунгицид, это который убивает грибковые различные роды грибки. А, что же вы? Правильно. Поэтому, если вы хотите пользоваться, например, мы в свои средства, в частности, в интимную пенку, вводим пребиотик для кожи, который позволяет сохранять полезную микрофлору. Была я в Японии много лет назад еще. И там мне сказали, что у них есть такая теория, что мыло снижает естественную способность кожи сопротивляться грязи. И по этому поводу у них есть целая секта людей, которые вообще не моются. В Монголии они жиром мажутся бараньим. Понимаете, что меня пугает? Что мы с вами пришли к выводу, что чем бы мы ни мазались из косметики, мы в себя травим. И я вот все думаю, может быть, помните песню, если у тебя нету тети, то вам ее не потерять. Если вы не живете, то вам и не умирать. Можно либо вообще не мыться, либо уже, так сказать, наплевать на все. Мы узнали, что не должно быть формальдегидов. Раз, мы будем читать на бутылочках. Не должно быть этих параден, да, читать. Два, третье, не должно быть этого СЛС. Три, страна узнала три названия. Мы без них, если обойдемся, жить будем? Жить будем, только опять, подождите. Страна узнала о трех, смотрите, 5 секунд. Страна узнала о трех, вы не понимаете, что это помимо трех еще. И эфирные масла вредны, витамин С больше 5% уничтожает. Вы же понимаете, есть что-то более вредное и менее вредное. Нет, подождите, как раз есть, есть косметики, которые... Вы же понимаете процент. Да, да вы поймите, есть возможность, вот девушка вам показывала, есть выходы. Просто поставили вот это дерьмо на производство, а можно поставить хорошее на производство. Есть хорошая косметика, в которой нет ни одного процента консервантов. Есть, есть. Подождите, мы сейчас... Есть возможность выпускать моющие, которых нету. Сейчас у нас другая тема дискуссии, мы не обсуждаем. Леша, мы хотим узнать, можно ли народу не травиться. Сейчас пока мы узнали, что нельзя. Леша, я услышал, я не знаю, оставишь, ты вырежешь, но в принципе сейчас страна от него услышала. Без консервантов. Ищите шампуни без консервантов, да? Пройдете, косметика без консервантов. Глеб, послушайте еще раз. Вот послушайте, вот человек, прежде чем что-то покупить для лица, пищу, он должен думать. Согласны со мной? Вот я предлагаю думать, раз, два, три, исключаем, консерванты четыре, исключаем. Так, все зависит от того, насколько педантично производитель покупает ингредиенты, чистые они или нечистые, хорошо они сделаны или нет, и как он составляет рецептуру. Нет метилпарабена, значит, вам введут хлорметил изоцеллезиненон. Извините за химию, все равно консерванты будут. И доверьтесь грамотным производителям, которые... Их тут сейчас грамотных производителей. Их всего один-два процента. И здесь они слышали. Потому что мы проведили опыты. Мы проведили опыты, понимаете? И они показывают, нету... Я вообще сижу, как в 17 веке. Я не хочу больше мыть хлебом волосы. Я в университете этим мыло, черным хлебом замачивала и мыло. Не буду я этим заниматься. Как не ходить в косметологические салоны? Вообще, вы о чем? Чем раньше начать заниматься своей кожей, тем лучше. Оксана, вот вы всех приглашаете в косметологические салоны. Но вы думаете, что там за большие деньги вам предложат качественное и, главное, квалифицированное обслуживание? Не торопитесь. Доктор Ирина Скорогудаева, как никто, знает всю изнанку этого бизнеса. Врач-дерматолог, она исправляет ошибки косметологов. Ирина запрещает своим пациентам жить красиво. У нас очень много обращений на сегодняшний день. И особенно по поводу неудачно сделанных профессиональных процедур. Она думала, что продает салон красоты, а на самом деле продала все секреты не очень красивого бизнеса. Если вы берете на себя звание генерального бюджета, ну и что вы здесь походите, так и правильно. Никто ничего вас не будет проверять. Вас никто не будет проверять, это слова гендиректора. Она продает салон, мы делаем вид, что хотим купить. Поэтому хочется понять, как реально обстоят дела в бизнесе. Или там краска просроченная, ну там краска, или там стола. Просроченная краска, подельные крема. Но разве это кого-то пугает? Ведь сегодня куда ни взгляни. Тут прихмахерская, там солярий. Простой эксперимент. Возьмем квартал рядом с телецентром. И просто подсчитаем, сколько тут салонов. Раз, два, три. Итого 68 салонов красоты только в этом квартале. А всего по Москве их около 6 тысяч. Из них только 600 имеют медицинскую лицензию. Остальные работают без нее. Но одни от других вы никогда не отличите. Ведь выписка на входе у всех одна. Салон красоты. Вообще она пришла ко мне в истерике, если честно. У пациентки Ани результаты посещения салона красоты написаны на лице. Шрамы на лбу и подбородке, следы неудачного пилинга, почти удалось убрать. Такие фотографии не печатают ни в модных журналах, ни в каталогах салонов красоты. Здесь никто не объяснит вам, что пилинг – это жесткая зачистка. Чаще всего обычной кислотой. Просто пообещали, будет лучше. Даже что лучше – вопрос. Подобные операции во всем мире проводят в специализированных клиниках. В России для таких процедур дипломы не нужны. Человек с дипломом, он может и стоит на входе в салон. Но чему и как его учили, почти никто не интересуется. Ведь мы так привыкли доверять женщинам в белых халатах. Журналист меняет профессию, чтобы ответить на вопрос, как в салонах красоты не потерять лицо. И так нам дано. Девушка-корреспондент, возраст 23 года. Состояние ее кожи однозначно определяет прибор. Кожа сухая кожа. Теперь, точно зная, что кожа у корреспондентки сухая, мы отправляем ее в турне по столичным салонам. Здравствуйте. Меня зовут Асьяна. Я косметолог-эстетист. Никаких приборов в большинстве клиник не было. Да и зачем? Ведь тут могут определить кожу на глаз. У вас нормальный тип кожи. Кожа у вас полна джирности. Три разных диагноза, значит и разные методы лечения. И косметологи не скупятся на рецепты. Безусловно, вам нужно приезжать дарсонвалем. Противовоспалительные сыворотки. Глюколевые пилинги. Массаж лица. Маски на очищение. В итоге наши подопытные прописали дорогостоящее лечение. Но зачем? Ведь девушке всего 23 года. Проблемы кожи ее не мучают. А что будет после этих вовсе не дешевых процедур, не знают даже профессионалы. Мало того, что у нас люди работать не имеются. Получением эффекта без осложнения. У нас, так сказать, еще и не знают, как лечить эти осложнения. Вот и секс-символ конца 90-х Елена Кондулайнен. Заглянув на модную процедуру, не ожидала, что красота потребует таких жертв. Ай! А-а-а-а! Нет, горячо очень. А-а-а-а! Подождите, давайте не будем. Вот еще одно популярное предложение. Искусственное солнце. Я хочу вас расстроить. У вас меланома. Это рак кожи. История австралийца Джея Хейдинга началась с визита к врачу. Тогда ему объяснили, что ежедневные посещения солярия привели к меланоме, то есть к раку кожи. У меня была меланома левой голени. И у меня был рак третьей стадии. 65% что рак у меня вернется. Диагноз почти не оставлял шансов. Даже если опухоль на ноге вырезать, она может снова возникнуть в любое время. Взнав об этом, Джей начал борьбу с соляриями. Листовка позади меня – это наша петиция. Мы призываем к запрету соляриев в Австралии, потому что это смертельные машины. Когда таких, как Джей, по всему миру стало слишком много, о полном запрете соляриев заговорили в Европе. Хотите, я покажу, что будет с вашей кожей, если вы будете ходить солярии. Сегодня Россия – одна из немногих стран, где рынок соляриев по-прежнему растет. Я думаю, не хожу. Я в побольше, чтобы вообще это происходит. Здоровье их, а бизнес ваш. По этому принципу работают даже в престижных клиниках пластической хирургии. В этой клинике нам предлагал свои услуги бывший иммунолог. Я вам сделаю такой нож. Пойдет он вам, не пойдет он вам. А здесь эндокринолог из ближнего зарубежья. Ударвенка. Ударвенка тоже, что у меня там. Конечно, от возможных ошибок доктора не застрахованы. Но отсюда прикрылись вот этим документом. Всю ответственность за неудавшуюся операцию больной должен взять на себя. Лицо отекшее было, у меня повисло нижнее челюсть. Актриса Елена Борзова своего врача за новую внешность благодарит по телефону. Сказали, что через 10 лет я вам скажу спасибо. Вот все 8 лет, я не говорю спасибо, все 8 лет я себя чувствую очень неважно. О докторе Ерохине актриса узнала по сарафанному радио от другой актрисы Ольги Спиркиной. Но на коллегу Борзова не сердится, ведь после операции они обе стали подругами по несчастью. Кожа вся повисла, черный синяк, который попался на душе. Они хотели как лучше, а получилось, как это обычно бывает в России. Они просто деньги у тебя хотят забрать и не знают, каким образом это сделать. Ну уже давай как-нибудь, давай, давай. Что-то она хочет сказать, а ее не понимают. Да, вот как? Даже ничего, я вам заговорю, все вам не скажу. Их свидания проходят под звуки аппаратов, поддерживающих жизнь. Год назад девушка Аня захотела поправить себе подбородок. Ей предложили подтяжку и операцию под общим наркозом. Шансов, что когда-нибудь Аня проснется после него, почти нет. Обойдя множество клиник и хирургов, она вот пришла к Мамедову. Модный пластический хирург. Знаменитость для знаменитостей. Доктор Мамедов и звезд оперировал, и сам был ведущим шоу на телевидении. Начнем. Неужели такой врач мог допустить ошибку? Точно известно только одно. Сразу после операции Аня впала в кому. Сейчас будет тотальное и комбинированное эндоскопическое омоложение лица. Муж Ани Кирилл начал собственное расследование. Его результат почти сенсация. Как говорит Кирилл, классический хирург Мамедов еще вчера был обычным педиатром. И вообще не имел права браться за скальпель. Как ему удалось буквально за 2-3 года из педиатра стать доктором наук по челюстной хирургии. После начавшегося скандала доктор Мамедов всего лишь поменял работу. Он по-прежнему ведет прием, продолжает оперировать. И как и вся индустрия, предлагает нам сделать красиво. У нас студия Ольга Кравашкина, которая тоже пережила свою личную трагедию. Расскажите, что у вас, что с вами случилось? Я вообще пришла на прием к онкологу, к своему участковому, к поликлинике. И что он вам предложил? И она мне вот сказала, что ну ты полная, нужно похудеть, я тебе это сделаю, будет у тебя там 46 размер. Например, сделала она мне лимосакцию, откачала 10 литров жира и все это повисло. И блефаропластику, которая, вот я говорю, у меня глаз один слепнет, а второй без весницы. Зачем же вы к районному онкологу-то ходили? Ну вот понимаете, нет, она сказала, что она параллельно пластический хирург. Она меня увезла в Мидовскую больницу в Московской области. И, значит, там, ну это я сейчас тоже как вот муж вот этой вот дамы, да, я выяснила, что ни у нее вообще нет образования, нет ни лицензии. Даже у Мидовской больницы нет лицензии. А она режет до сих пор кого-то? Да, и она в интервью. И до сих пор работает этот брак? И до сих пор, мало ли, она в двух местах работает. Это Григорьева Ольга Васильевна. Подождите секундочку, у нас сегодня в студии представителя ассоциации косметологов Сергея Миссурина. Значит, уважаемые дамы и господа, первым делом я хочу обратить внимание на абсолютные вещи, которые должны быть понятны каждому. Что сегодня одни и другие могут использовать медицинские методы, только у одних есть законная медицинская лицензия, а у других это работает, так сказать, на основаниях незаконного плата. А вывеска и там, и там салон красоты. При этом, да, может быть, вывеска и такая, и любая. А вот у меня вопрос к депутатам. Скажите, пожалуйста, вот если я хочу открыть косметологический салон, допустим, где-то у себя. Мне продадут вот средства аппаратной косметологии, все эти шприцы для амезотерапии, дарсонвали, все, что может нанести ущерб. К сожалению, да. А можно сделать так, чтобы приравнять это к хирургическому оборудованию? Вообще, чтобы это не уходить, просто этот рынок жестко зарегулировать. Не такой он большой. Чтобы абы кто, вот, чтобы всякие ветеринары просто не имели доступа к хирургическому оборудованию. Так, вопрос законодательства, мы уже немножко разобрались. Анна, расскажите про свою историю. Ну, тоже, я жертва рекламы, что можно делать какие-то инъекции. На какую процедуру вы пошли? Не думая об этом, не прочитав ни слова об этом, пошла и мне делали инъекции, я могу сказать, чем липостабилом. После этого мое прекрасное лицо опухло так, что я себя в зеркале не узнавала. Четыре месяца во время проекта меня мазали слева-справа. Парик все больше стало, чтобы лицо как-то меньше при этом оказалось. Поэтому, дорогие женщины, думайте в три раза. Делайте разведку, спросите у подруг. И тем более, что не каждому человеку все эти инъекции подойдут. И все, что вам колет женщина, я по пути, вам никто это не скажет. Берите флакончики с собой, не оставляйте там. Это хотя бы какая-то гарантия качества, что, в смысле, сохраненности себя самой, что вдруг, если у вас что, вы пойдете и дойдете до истин, хоть до какой-то. Я просто, мы все жертвы рекламы, и, по-моему, слишком много рекламируют, что это как будто просто, делали маленькую операцию, ты лучше будешь жить, и все будут тебя любить. Если ты сам себя не любишь, никто тебя не полюбит. Скажите, а скорее нас обманывают, или мы сами рады обманываться? Ну, мы рады обманываться, мы хотим легким путем что-то получать. На самом деле, действительно, здоровый образ жизни. И это самый хороший косметолог для тебя. Конечно, вы можете вовсе перестать красить губы, а голову мыть только желтком, но от индустрии с ее опасной отравой все равно не уйти. Сейчас я прошу надеть маски всем, кто сидит в студии. Сам тоже надену. Мы вам продемонстрируем, как действует одно из средств для чистки труб. Грязь действительно исчезает только вместе с трубой. Так кто назвал эту химию бытовой? Для кого-то порошки увлечение, для него работа. 20 лет доктор Качур выводил формулу идеального порошка. Но сегодня, рассыпая порошки на дорожке, он объясняет, как опасен классический рецепт. Тот, который мы, конечно, не знаем, но которым каждый день пользуемся, стирая белье. Первый. Фосфаты, которые наиболее опасны, которые занимают наибольший удельный вес. 35% фосфатов, 20 перборатов, 10 карбонатов. Сначала мы попросили называть компоненты, а потом сами поняли, что ничего не поняли. Впрочем, обывателю знать эти вещи не нужно. Важно понять, где в этом списке отрава. Фосфаты полностью опасны. Анионные павы особо опасны. Ниогенные павы очень опасны химические элементы. Стабилизатор пены, но многократно опасны. Итого было 15 компонентов. Из них 7 особо опасны, 4 просто опасны и только остальные 4 нейтральные. Что же выходит, нам годами рекламируют продукт, сплошь небезопасный. Вот так я замачиваю, застирываю, отбеливаю, вывожу пятна и кипячу. Но Александр Качур достает главный аргумент. Это честная, откровенная книга об той опасности, которую представляют фосфатные стиральные порошки. ДИЕ на применение синтетических моющих средств. Справочник 67-го года – результат многолетних исследований советских ученых. Самое популярное моющее средство в Союзе – хозяйственное мыло. Им моют руки, им шестирают, но для шерсти используют горчицу, для отбеливания пурген, чтобы вещи меньше впитывали грязь, крахмал. Впрочем, в продаже лежат порошки, и уже тогда, 35 лет назад, ученые предупреждают об опасности. Но книга выходит ограниченным тиражом, всего 1700 экземпляров, и информации о скрытой угрозе порошков до людей не доходит. А неонные павы оказывают воздействие на семиародные эпители белых крыс. Такой биологический эффект действия подобен влиянию ионизирующих излучений, что выражается в подавлении перматогенеза. Выходит, действия некоторых компонентов нашего порошка сродни радиации? В этой книге 200 страниц обвинения, которые официальная индустрия до сих пор не слышит. Более того, рекомендуют покупать и покупать. Москва. Научно-исследовательский центр бытовой химии. Это здесь тарелки моют на время. Четыре раза по часовой стрелке, четыре против. С внешней стороны и с внутренней. Белье стирают по ГОСТу. Пять грамм надо взвесить. Стоят с бытовой химией, проверяют на эффективность. Сегодня на проверку внецбытким мы несём четыре порошка. Фирма-производитель одна, разная цена. 45, 36, 20 и 17 рублей за пачку. Кроме этого, в конкурсе будет принимать участие кусок мыла за 10 рублей. Задача понять, что лучше отстирывает. Значит, вот мы взяли стандартно загрязнённую ткань. Вот теперь мы её опустим в стакан. Эти квадратики внутри и есть объект стирки. Ткань загрязнена в соответствии с ГОСТом. Здесь и жир, и пот, сажа с маслом, кровь с молоком, чай с кофе. Всю эту научно выверенную грязь мы погружаем в лабораторную стиральную машину. На выходе разница видна и на глаз, но положено проверять на приборе. Итак, результат. Самое лучшее средство отстирало на 105%. Самое худшее средство, я правильно всё сказал, на 90% отстирало. Мыло, когда мы сравнивали с ним, то оно отстирало на 120%. Дешёвое мыло эффективнее самого дорогого порошка. Впрочем, это только в вопросе чистоты белья. По запаху мыло явно проигрывает. В остальном, лабораторная стирка дала предсказуемый результат. Чем дороже средство, тем получилось оно эффективнее и удаляет загрязнение. Конечно, вода в наших кранах не дистиллированная, а обычная. Да и грязь самая, что ни на есть настоящая. Если чай, то чай. Если жир, то это и пот, и масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, земля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы повторяем лабораторный эксперимент на обычной кухне. На старте всё те же четыре порошка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свои, Екатерина. Теперь мы идём к вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять стирать? На финише оценивать белизу будет Екатерина Плеханова, мать героини рекламного ролика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем стираете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда в рекламе Екатерина почувствовала разницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пуста абсолютно белая. С 40 градусов всего. Посмотрим, что чувствует она сейчас, когда ни марка, ни цена порошка ей неизвестны. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, какой вывод? Есть разница между дорогим и дешёвым порошком? Разница есть, но она неочевидна. Выходит, очевидной разницы нет. Тогда зачем платить больше? Каким порошком стирали эти вещи? Так качественно отстирывать только дорогой порошок. Впрочем, здесь вы всего лишь рискуете деньгами. Но куда страшнее риск здоровью. Все мы знаем, что нюхать порошки – это ненормально, а если вдыхать. Для домохозяйки, в общем-то, особенно, которая склонна к аллергии, желательно использовать респиратор. Домохозяйке желательно использовать респиратор. Но что-то ни в одной рекламе про защиту дыхательных путей ни слова. Эта иммунная система – это страшно тонкая вещь. И может быть, аллергия на сам порошок раз, а может быть, скомбинированное воздействие. Бывает так, что одно химическое вещество стимулирует аллергенные свойства другого вещества. То есть в ванной пахнут порошками? Да, да. Формальная аллергия на кошку. Помните, если носом вы чувствуете запах порошка в ванной, значит, наверняка вы вдыхаете самые опасные его компоненты. Данные ароматизаторы, они не раслагаются в природе, они не выполаскиваются из ткани и постоянно преследуют потребителей. Во время стихи, во время сна, во время пользования одеждой. И вызывают сильнейшие нервные и психические срывы. Пузырьки мы, пузырьки, как сияем мы, пузыри, вместе с нами всё блестит. Эта реклама, точнее антиреклама, недавно появилась в США. Сиентастика. Девушка-модель разрекламировала средства для мытья ванной. Вроде всё, ролик снят. После работы она идёт мыться, а в ванной её встречают весёлые пузырьки. Те самые, которые она разбрызгивала для борьбы с грязью. Почему вы до сих пор здесь? Мы до сих пор здесь, потому что ты нас сама здесь понабрызгала. Мы химикаты и зачистители. И действительно, если вы до блеска намыли тарелки, да так, что палец хрустит, не спешите радоваться. Это значит, что, во-первых, вы плохо смыли средство, и, во-вторых, вы его наверняка съедите со следующей порцией еды. Если мы это всё оставляем на поверхности, а ещё страшнее на посуде, вот это уже действительно опасность большая. Про этот знак потенциальной опасности мы уже говорили. Чёрный крест на оранжевом поле означает вредно. Эту бутылку моющего средства мы купили в Финляндии, а вот вторая бутылка, то же самое средство, той же знаменитой фирмы, только куплена в России. И тут никто не предупреждает об опасности. Конечно, от стирки белья никто не умирал, да и средством для мытья посуды не отравишься, как санистым калием. Но помните, она хоть и бытовая, но всё-таки химия. О её коварных свойствах у нас предпочитают не говорить. А, скажем, в США давно действуют правила техники безопасности при применении бытовой химии в домашних условиях. В доме не должны находиться дети. Из дому должны быть выведены все животные. Они должны быть удалены из зоны действия парол фосфатных порошков. Кажется, всё ясно, диагноз индустрии показан. Но так хочется верить, что и для тех, кто подсадил нас на химию, есть исключение. Например, детская косметика. Вспомним нашу проверку, ведь мы сдавали и детские товары. И вот теперь, внимание, результаты. Релиз подготовлен. Специально для сайта Рипер А.М. Да-да. Давайте ещё раз вспомним эту картинку. 88-й год. Детей учат правильно мыть голову. Сухие волосы воют детским или ланолиновым мылом. И лучше пеной, смягчив воду ложкой уксуса. Для жирных волос кефир, для сухих соды или желток. Тогда этого было достаточно. Но сегодня детям не обойтись без масел для сна, пенок для купания. И пусть стоит всё это дороже, зато, скорее всего, безопасно. Но, как ни странно, в нашем наборе для проверки самым ядовитым оказался именно продукт для детей. В детской присыпке иметь такое количество свинца, чтобы выйти за норму, которая невероятно завышена, да, и это уже нонсенс. В детском тальке эксперты нашли столько свинца, что и взрослому со здоровой кожей многовато, а тут грудничкам на опрелости. Нарушена целостность кожного покрова, а мы туда, вот, значит, сейчас рекомендуем отсыпать такую присыпку. Впрочем, кое-что положительное мы нашли. Шампунь без лауреусульфата существует, но он был единственным. Все остальные, даже детские, словно из одной бочки. Все детские шампуни тоже на основе лауреусульфата. Так чем же мыть голову? В последнее время в кругу состоятельных модниц популярен шампунь для лошадей. Боже мой! С глицерином и серой. А из чего это делать? Даже написано от керхоти. И крем для смазки в имени у коров. Стоит после твойки помазать этим кремом и все, как рукой снимаем. Крем для телок «Зорька» от самого названия видит чем-то деревенским, он словно от природы. Но что телкам хорошо, человеку не очень. Волшебного компонента, боюсь, нет нигде. Я вас разочарую, но, наверное, я боюсь, что волшебного компонента и вовсе не существует. Если не лошади и коровы, то куры. Пока мы снимали эту программу, всем героям задавали один вопрос. Чем лично вы моете голову? В группе натуральных продуктов лидером стали яйца. Яйцо – это действительно божественный совершенно продукт. Профессор Мустафин сам давно перешел на безопасный для волос желток. Теперь пытается убедить модного стилиста Дудоладова. Одно или два яйца я вбиваю в стакан, вилкой перемешиваю, взбиваю немножко и потом наношу на волос себя. Профессор объясняет, безопасность прежде всего, ведь когда-то героин продавался как средство от кашля. Вы думаете, с пудрами и помадами было иначе? В усыпальницах Кремля, в останках наших российских цариц, было обнаружено большое количество свинца, мышьяка и ртути. Считалось, что мышьяком и ртутью цариц травили, но оказалось, красили. Эти царицы добровольно уходили из этого мира, используя импортную и отечественную косметику. Клубника. Куда вы? Огурцы. Вполне свежа. Сметана. Чем только не мазались женщины в советском кино, чтобы продлить молодость кожи. Чтобы похудеть, они бегали по крапиве. Кость, а вы раньше мыли голову кому-нибудь яйцом? Конечно, в наше время на желтковые ванны для волос вряд ли кто перейдет. Поэтому, Ксюшенька, улыбаемся, нам очень нравится. Как-то не очень, на шампунь не похоже. Лурилсульфат в шампуне сейчас такая же неизбежная химия, как бензин в машине. Во-первых, это быстро. Во-вторых, я многое отдам за обдушку. Конечно, от бензина никто не умирал, но ведь всем ясно, что бензин это как минимум не экологично. Так же и с шампунем. Леньте ли вы на себя, просто помните, что у вас в руках приятно пахнущая и вовсе не черная, но все же нефть. Моя рекомендация просто вот не лить лишнего. Не исходить из ложной предпосылки, что чем больше пены, тем шикарнее. Так что прислушайтесь к советам ученых, сокращайте количество ненужных возлияний на кожу и главное, берегите детей, по крайней мере, от лаков, красок и помад. Я бы сказала, что во в каждом этом продукте скрыта та или иная опасность. Поэтому отдельно надо было бы внимание уделять детской косметике. Я бы и вообще запретила. И последний вопрос. Вот почему красота все-таки требует жертв? Потому что мы не знаем всей правды или предпочитаем ее не знать. Может, нас и не столько обманывают вовсе, сколько мы сами готовы обманываться. Но какая женщина не хочет быть красивой любой ценой, а индустрия ей только подыгрывает? Что хорошо, а что плохо? Где эта граница? Оксана. Я очень коротко. Мне кажется, красота – это просто чувство меры. У каждого оно свое. Это зависит от образования и воспитания. На мой взгляд, красота – это риск бездоровья. Граница красоты – это здоровье. До тех пор, пока это на здоровье, пусть оно будет. Но из сегодняшней передачи я сделала один вывод, что, конечно, на законодательство наше должно перейти от защиты бизнеса к защите потребителя, клиента, того, который пользуется. Дмитрий Потапенко, защитите бизнес. Ну, вообще, было все, в общем-то, все сказано. Мы, в конце концов, все умрем. Это надо четко понимать. Поэтому, чтобы мы не ели, чтобы мы не пили, чем бы мы не пользовались, не морозьте себе голову, пользуйтесь, чем пользуйтесь и живите спокойно. Валентина Ивановна. Нужно слушать свою кожу, знать свой организм, потому что есть такое очень хорошее выражение «Лучше кожи может выполнять функции только она сама». Поэтому, прежде чем что-то применять для кожи, нужно думать. Глеб Валентинович, бизнес работает на потребителя? Ой, красота – это бизнес. Не обманешь, не продашь, поэтому берегите карманы, товарищи. Марина Ивановна. Мне все-таки хочется пожелать всем, чтобы вот, несмотря на то обилие предложений, оно, безусловно, излишне на нас, на всех бедных, чтобы мы все-таки перестали разрешать себя дурить. Антон. Если мы говорим о косметических препаратах, вот я умоляю, если хотя бы наши телезрители не будут давать детям косметику до трех лет, я буду считать, программа не прошла зря. Все, что вы узнали, это то, как заставить изменить свои привычки. Меньше использовать бытовую химию, возможно, реже мыть голову, перестать, наконец, верить рекламным обещаниям. А еще у нас остались шампуни, гели для душа, зубные пасты, румяны, помады, все то, что когда-то мы сдавали на экспертизу. Нам это уже не нужно. А вы решайте сами, если хотите, подходите, можете брать, если вам, конечно, не страшно. До свидания. С вами был я, Алексей Егоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова